Плавные съезды и заниженные бордюры – главное, что нужно при организации доступной среды в городе. Представители администрации Твери вместе с депутатом Тверской городской думы Светланой Козловой проверили качество ремонта дорог именно в части доступности для маломобильных групп населения. Об итогах проверки расскажем прямо сейчас. Депутат городской думы Светлана Козлова не в первый раз проверяет, насколько тверские дороги доступны для инвалидов-колясочников. Вместе с представителями городской администрации она приехала на недавно отремонтированную улицу Дементьева. Вот на этом съезде людей с ограниченными возможностями ожидает препятствия. Полтора сантиметра вообще допускается, насколько я знаю. Полтора сантиметра, но это уже как бы большая, потому что я на свои электро заеду, но на обычные люди не заедут. Хотя в целом по улице Дементьева проехать можно. Несколько съездов нужно занизить. А на этих фотографиях улицы, где инвалиды-колясочники испытывают сложности при передвижении. Ну ремонт мы можем долго ждать, когда там будет полностью покрытие меняться. А вот так адресно, точечно мы можем постепенно все-таки приводить город в нормальное состояние. На Беряковском переулке работы еще не закончены, но готовые съезды выполнены безупречно, что переезжает перекресток и отмечает Светлана Козлова. Нет, здесь все нормально. Если бы у нас везде так было, это было бы идеально. Элементы доступной среды должны быть удобны для их пользователей, маломобильных групп населения. Но подрядчики не всегда уделяют этому вопросу должное внимание. А вот в таких поездках и выявляются недочеты. По результатам поездки убедились, что безопасная среда у нас реализуется. Со стороны депутатов Тверской городской думы поступили ряд предложений, где необходимо доработать, что мы, естественно, учтем с подрядчиком и сделаем. Это в ближайшее время. Такие инспекционные выезды будут проходить на регулярной основе с тем, чтобы улицы Твери стали по-настоящему доступными для всех жителей. Чтобы улицы Твери стали по-настоящему доступными для всех жителей. Субтитры создавал DimaTorzok